Всем привет-привет! Меня зовут Оксана и вы на моем рукодельном канале. Итак, у меня сегодня тег. Давно я что-то вам их не снимала, но тут решила поболтать. Увидела у Ани на канале очень интересный тег. Девчонки отвечают. И мне задают как бы очень много таких вопросов. И как раз эти вопросы есть в этом теге. Итак, этот тег составила Анна. С канала Вязанный Стиль от Анны. В нем 15 вопросов. Итак, вяжу я сейчас, сразу скажу, это детский комбинезон буду вязать. Здесь вот ножки буду сейчас вязать. Конечно же мастер-класс будет на моем канале. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь. Если хотите связать вот такую вот красоту зайчика. Я обещала топик, но что-то заглянула с коробкой с пряжей от магазина Мир Вышивки и наткнулась на эту пряжу. И решила отснять все-таки комбинезон. Ну, у меня пряжа еще останется, поэтому и на топик тоже хватит. Топ тоже будет. А тут что-то меня захотела я вязать. Все-таки что-то летнее для ребеночка. Тем более, я зашла в группу контакт свою. И девочки меня там оставили. В общем, вот эту фотографию. Но зайка тут немножечко поменьше. Там вроде бы побольше. И попросили снять по нему мастер-класс. Итак, я сняла с зайкой мастер-класс. Ну, какой зайкий хвостик. Еще надо, вот не знаю, чего с хвостик придумать. Напишите, пожалуйста. Потому что из этой пряжи навряд ли можно хвостик сделать пушистый. Ну, и пушистый хвостик из меха тоже не пойдет. Потому что это летний... Короче, не знаю я, какой сделать хвостик сюда. Ну, и я, конечно же, решила снять тег. Итак, давайте, наверное, приступим к тегу. И первый тег называется «Шпаргалка для блогера откровенно». Это такой, знаете, тег. Здесь в основном будут такие вопросы, касающиеся канала, видео моих. Также то, на что я снимаю, как снимаю. Если вам интересно, то послушайте меня. Итак, 15 вопросов. И первый вопрос я буду читать с телефона. Расскажите, как вы развиваете свой канал? Частота загрузки видео, коллаборация с другими блогерами и мастер-классы. Итак, давайте я буду вязать тогда и разговаривать. Знаете, у меня с развитием канала, я считаю, проблемы. Моему каналу полтора года. Я все, конечно, как бы сама изучаю, прохожу. Подсказать мне совершенно некому. Я как бы первопроходить сама для себя. И додумываю все сама. Но спасибо большое Насте с канала Ринашки. Я у нее кое-что спрашивала. Она мне отвечала тоже. Потом все вижу. Надежда тоже молодец. Она тоже, как и я, из Казахстана. И она тоже мне там кое-какие вопросы отвечала. Коллаборации у меня никакой не было. Еще, потому что, ну что, канал молодой, полтора года всего. Поэтому, как бы, еще многого-многого чего я не знаю и не пробовала еще. Итак, как часто у меня выходят видео вообще? Как YouTube работает? Чем чаще выходит видео, тем YouTube больше вас продвигает. Показывает ваши видео, ну, как бы, рекомендует их другим. И у меня с этим, конечно, проблема. Тем более, сейчас мы делаем ремонт. И у меня дача началась. Я хочу хотя бы выйти на три раза в неделю, чтобы выходили видео. Ну, два-три раза в неделю. Например, одно видео это мастер-класс. Одно видео это болталка. И одно видео влог. Либо ответы на ваши вопросы. Но вопросы вы мне не задаете. Видно мои видео мастер-классы. Все там понятно. Но бывают такие иногда вопросы, знаете, сколько мне набрать петель? Девчонки, я никогда вам не отвечу на этот вопрос, сколько вам набрать петель. Я не знаю вашу плотность. Я не знаю, какие спицы. Что? Да даже если возьмете такие же спицы и все, но все равно тяжеловато мне сориентироваться. А еще мне тяжело сориентироваться по тем мастер-классам, которые вышли давно у меня. Потому что я сняла мастер-класс и забыла, что я там делала. Сколько? Особенно количество петель. Девчонки, я вообще не помню. Я, может быть, дня два помню еще. После мастер-класса. Но когда я начинаю уже вязать следующие изделия, я просто напрочь забываю. Итак, как же я еще продвигаю? Даже не знаю. Как я продвигаю свое видео. Сейчас посмотрю. Еще раз. Коллаборации не делаю. Так. Ну вот. Как бы. Я думаю все-таки развивать видео. Все-таки канал должен быть информационным. Если у меня называется и рукоделие, то это, конечно, должно быть о рукоделии, а не о чем-то другом. Я хочу очень открыть второй канал. Я не знаю, поддержите вы меня или нет. Влоговый такой канал, где я буду про себя снимать, про свою жизнь. Либо, не знаю, напишите, девчонки, будет ли вам такое интересно. Но я не хочу мешать два канала. Влоговый канал и канал о рукоделии. Мне не охота перемешивать, например, готовку и вязание, чтобы вы потом искали, где же этот мастер-класс. Поэтому я думаю открыть другой канал. Как вы на это смотрите? Открыть мне другой канал или нет? Вот сейчас у нас делается ремонт. Мне уже написали, что навряд ли вы делаете ремонт. Вы лукавите. Потому что в последнем видео. Но я реально, мы делаем ремонт. Ремонт затяжной. Вот сейчас у нас встал вопрос натяжения потолков. Мы дошли до третьей комнаты, до зала. И вот уже неделю сидим. Ремонт стоит. Потому что потолок нам будут делать завтра. Завтра вот у меня не съемочный день. Вообще никак не смогу снимать. Поэтому я решила сегодня снять вам такое видео. Хоть бы тут батарейки мне хватило. Ну, чтобы развивать канал, он должен быть более информационный, чтобы люди могли что-то подчеркнуть с вашего канала и подписаться. Либо вы должны быть с такой харизмой человек, чтобы на вас хотели подписаться, хотели вас каждый день видеть на экране, хотели на вас смотреть, слушать, что вы делаете. Может даже подражать. В общем, как-то так. Итак, давайте второй вопрос. Рассказывали ли о вас другие блогеры на ютубе и вы сами рекомендовали ли молодые каналы в своих видео. Так, знаете, я не знаю такого. Рассказывали обо мне другие блогеры. Знаю только. Одна женщина по моему мастер-классу украсила пряжу. Вот она обо мне рассказывала в видео. Это я знаю. И все. Больше, если честно, я не помню, что обо мне рассказывали. Другие блогеры. Я пока не очень со всеми девчонками общаюсь, потому что, ну, не знаю, как-то не было такого, чтобы я могла пересекаться с ними где-то и начать общаться. Поэтому меня никто не рекламировал. Как-то сама двигаюсь, сама в этой каше варюсь. Ну и также я не рекомендовала молодые каналы. Не знаю, как-то не... Я сама молодой канал. Как я могу кого-то рекомендовать? У меня у самой всего лишь полтора года. Что я могу рекомендовать? Так, что знаю, конечно, я расскажу, помогу без проблем. Поначалу у меня канал вообще хорошо начал расти. Я начала вязать слитки. Вообще думали, что я накручиваю, например, своих подписчиков. У меня даже задавали несколько раз такие вопросы, что я их накручиваю. Сейчас, конечно, на Ютубе с этим по-другому. Что-то подписчики мало подписываются. Но мне кажется, чем больше подписок, тем медленнее подписываются. Потому что, ну, людей не так уж много вяжут. Тем более сейчас лето, не сезон все равно. Сейчас многие на дачах. Вязать некогда. В отпуска многие поедут. Тоже вязать некогда. Ну, мне самой-то вязать некогда. Но я вяжу, снимаю. И надеюсь, в общем, выйти на тот уровень, чтобы еженедельно у меня выходили видео. Все-таки. Как-то. Но я просто заметила, когда выходят теги, неохотно как-то смотрят и отписывались. Много отписываются после тегов. Я не знаю, почему. Но мне кажется, мастер-классы важнее, чем вот один тег вышел и человек отписался от меня. Я не знаю, с чем это связано. Потом одно время я перестала из-за этого теги снимать. Потому что заметила отписку. Ну, а сегодня, думаю, ладно, была не была. Какая разница? Ну, отпишутся, отпишутся. Значит, не мой человек. Значит, я ему не приглянулась. Что-то сказала не так. Ну, что теперь? Так что я никого не рекламировала. Меня тоже не рекламировали. Итак, третий вопрос. По вашему мнению, что важнее и интереснее на вязальном ютубе? Мэка, влоги, обзоры пряжи, болталки или всего должно быть понемножку? Знаете, я думаю, всего должно быть понемножку. Вот как я уже сказала, надо, например, ну, я так думаю, один мастер-класс в неделю, одна болталка в неделю. Вот что-то такого. Ну, там, распаковка пряжи, конечно. Я люблю подарочки. Ой, такие посылочки смотреть. Мне нравится. Также мне болталка нравится. Я когда вяжу, я частенько смотрю, включаю болталки. Не знаю. Мне Алина очень нравится. Ее болталки она любит потрещать. Она там часовые просто видео снимает. Очень интересно. Я на оба ее канала подписана. Настя тоже, Ринашка, тоже на ее канал подписана. Тоже частенько смотрю. И ее болталки тоже любит поговорить. Поэтому на ютубе все интересно. На каждого найдется зритель. Итак, следующий вопрос. Четвертый. Когда вяжете, что смотрите? Ютуб, фильмы или любите вязать в тишине? Я не люблю вязать в тишине. Я, конечно же, смотрю ютуб всегда. У меня есть также не связальных каналов блогеры. Я их смотрю. Ну, что я там смотрю? Ну, я Катю с Ваней в основном смотрю. есть и не вязальный канал. Маргариту, конечно же, смотрю. Она сейчас так отвечает. Болталочка под елочкой у нее. Классно. Это уже очень интересная такая женщина тоже. Я ее смотрю. Мне интересно. В общем, фильмы. Фильмы я смотрю с мужем, когда он приходит домой вечерками и включает что-нибудь. Там я с ним могу сесть, посмотреть фильм какой-нибудь. А телевизор я вообще не включаю. Я не смотрю телевизор. Опа, она у меня батарейка села. Так. Ладно. Итак, следующий вопрос. Так. На какое устройство вы снимаете видео? Телефон, фотоаппарат, планшет, укажите модель. Это прям вообще такой вопрос. Я считаю так. Если вы начинающий блогер, вы только начинаете снимать, не надо покупать дорогостоящую технику. Почему? Надо хотя бы попробовать. Я как вот, когда начала снимать, я для себя решила, что я начну снимать на обычный телефон. Сейчас я вам его покажу, довижу тут ряд. Я начала снимать на обычный телефон Samsung. Купила селфи-палку. Так, вот он мой телефон. Тут канал Ани я открыла. В общем, по нему вопросы тут читаю. Итак, вот он мой телефон Samsung. Я сейчас открою настройки и покажу вам сведения о телефоне. Итак, Galaxy G5 2016. Номер модели вот. Так, вот оно все видно о нем. Вот такой вот телефон. У меня я все в общем снимала поначалу на него. Звук отличный. Вы можете посмотреть в общем мои предыдущие видео. У меня вообще первое видео это вообще самое беспонтовое. Ну а потом вот я снимала год. Итак, у меня села батарея. в общем, я перезарядила ее. Итак, я год снимала на телефон. Конечно, примерялась, привыкала к нему и так и сяк. Я купила селфи-палку. Я купила селфи-палку и вот здесь вот как бы так развернуть ее, показать, можно было болт вкрутить. вот такая селфи-палка. Так, вот ее название. И вот здесь можно было болт в нее вкрутить. Я налила пятилитровую канистру, вкрутила болт через крышку, проделала дырку, купила болт подходящий, в общем, вкрутила. Она у меня стояла. Я в общем на нее прикрутила в общем в бутылку прикрутила и вот таким методом я снимала. Конечно, палка частенько у меня падала, все, но как бы вкладываться я не хотела поначалу, я не знала, принесет мне это доход или еще что-то. Все, что я на ютубе в общем зарабатывала там все эти в общем месяца там в общем от просмотра рекламы идет оплата блогеру не от количества просмотров, не от количества подписчиков, а именно если вы не нажимаете кнопку пропустить, когда начинается реклама, то тогда в общем засчитывается там очень маленькие центы в общем и вот это зарплата блогера. И вот в общем я снимала на телефон. Кстати, на телефоне я снимала не напрямую с камеры, а на телефоне я снимала с помощью программы. Давайте я покажу какая программа. Кто его знает? Может кто-то начинает? Итак, программа. Вот. Так, отсвечивает моя камера. Вот синема. Вот такая синема FF5. Сейчас ее открою. Так. Вот такая вот программа. с помощью нее я снимала. Видите, тоже очень хорошо все видно. Здесь есть настройки разные. У меня, конечно, такая версия. Вот видите, яркость тоже увеличивается, уменьшается. Вот так в общем резкость наводится. Иса выставляется 400, вот 800. Также режим фокусировки здесь тоже есть. вот, цветочек, потом тут лицо. Я автофокус ставила, потом вот режим облачно, вот свет, вот такие вот лампы. Видите, как он меняется все? Прям вот отлично смотрится. Смотрите, очень хорошо он тоже снимает все, но не знаю, что-то меня не устроило в нем. А, все, вспомнила, что у меня в нем не устроило. У меня в нем не устроила память. Я хоть и покупала память, но я делаю скриншоты и сохраняю все в телефоне и как бы и ватсап и все, там мне все пишут. У меня просто нет места там. И видео мне каждый раз приходилось чуть-чуть сниму, бегу, скидываю на ноутбук. Сниму опять, бегу, скидываю на ноутбук. В общем, я ныла-ныла и в итоге год прошел, я вот так мужу ныла и он на мое день рождения мне купил камеру. Вы, наверное, сейчас отсвечивала, вы ее видели, но я покажу коробку. Итак, чтобы уже наглядно все вам показать. Вот такая вот камера, так, кольцо мое отсвечивает. Поваршот G7X Mark II Она такая маленькая, знаете, вот на ладошке вмещается и откидной экран у нее. Здесь нигде не нарисован, что откидной. Вот. Вот такой вот экран у нее. Я могу сама себя снимать. Все блогеры снимают свои влоги на эту камеру, так как я хочу, очень сильно хочу, но стесняюсь появляться в кадре, я не люблю в кадре появляться, но очень хочу такой себе канал завести, снимать влоги. Я обычно первый раз, когда я решила появиться в кадре, конечно, я очень переживала по этому поводу, потому что люди разные бывают, даже делают там невзглазие или еще что-то, а дело в том, как они отнесутся ко мне, ко моей внешности или еще что-то, потому что часто любят такое же писать, что там то нос длинный, то толстая, то кривая, то косая, то еще что-нибудь, я по этому поводу долго переживала, но появилась, ну а сейчас прям у меня такая идея открыть канал, не знаю, кто меня, конечно, будет смотреть, интересно будет или нет, но я все только собираюсь, не могу решиться, если честно, как-то страшновато мне, в общем, муж мне подарил эту камеру, ну и снова у меня началось заново обучение, потому что на телефон снимать это одно, а когда уже камера, она, по-моему, сейчас скажу, ой, цифровая камера, по-моему, она идет, в общем, не важно, и в общем, у нее тоже есть минусы свои, у нее всего лишь полчаса можно ею снимать, батареи хватает на полчаса, памяти хватает намного, я столько не снимаю, память у меня никогда не заканчивалась еще, а вот, например, батарея заканчивается в ней и полчаса всего лишь, я вот до этого мастер-класс снимала по этому комбинезону, и у меня как раз оставил место для вот сегодняшней болталочки такой, ну, в общем, вроде бы я рассказала, на что я снимала, как снимаю, поэтому, девчонки, не спешите покупать камеру, знаете, мне это очень понравилось, мне нравится снимать, вот это показывать, что-то учить, хотя с меня такой учитель, мне кажется, рассказывать, как я это все вижу, показывать, мне, знаете, удовольствие доставляет, что вот девочки мне пишут, Оксана, смотрите, я только взяла спицы, все, и у меня все получилось, и показывает шикарный комбинезон с ровными петельками, все, я, конечно, в полном восторге, и очень рада этому, так что, я купила камеру, также я купила штатив, ну, штатив я уже купила, тоже, как-то, спустя, где-то 6-7 месяцев, я скупила штатив себе, ну, а еще про кое-что, там дальше есть вопрос, я потом отвечу и на него, про свет, там будет дальше вопрос, и так, давайте, следующий вопрос, который там был, вроде бы, про устройство, на что я снимаю, я рассказала, и так, это был пятый вопрос, так, модель я указала, что сейчас у вас в процессе, если можно, покажите, ну, я сейчас снимаю комбинезон, так, я тут две вместе провязала, провязала, и так, это у меня комбинезон, плюс у меня еще лежат два кардигана, я вам уже их показывала, один кардиган надо связать ему в рукава, и, рукава и карманы, а второй кардиган на подарок, малинка, и что-то он у меня застрял, в общем, лежит у меня, ждет своего часа, мне на него прислали пряжу, в подарок, и, в общем, я решила им же и в подарок связать, кардиган, и, что-то вот руки не доходят сейчас, тем более, еще и потеплело, хотя сегодня холодно на улице, а охота почему-то с хлопкой вязать, и, в общем, застряли у меня вот эти два процесса, и так, следующий вопрос, это у меня был шестой, седьмой вопрос, как вы относитесь к вязаным интерьерным изделиям, подушки, пледы, салфетки, скатерти, вязали ли что-то для своего дома, скажу честно, я не любитель всего этого, почему-то, не знаю, мне не нравится, может, просто, ну, картинки смотрю, да, классно, а что-то сама не вязала, и не вяжу, и так, восьмой вопрос, сколько единиц изделий вяжете за месяц, приблизительно, знаете, несмотря какой месяц, продуктивный, непродуктивный, настроение, также, время, свободное, все от этого зависит, но, примерно, я заметила, три-четыре изделия, это если такие детские, вот сейчас у меня это второе изделие в этом месяце, хотя я кофту, вот, которая недавно вышла мне на канале, два дня вязала, вот этот комбинезон, по-моему, я вяжу третий день, так что, ну, вот, если есть время, желание, плюс еще очень нравится то, что вяжу, то я могу связать быстро, и так, следующий вопрос, так, девятый, помимо вас, кто семье вяжет еще? В моей семье никто не вяжет, сестра у меня, раньше крючком вязала, но она левша, ей, конечно, проблемно вязать, больше, никто не вяжет, у меня, ни мама не вяжет вообще, не представляет, что это такое, бабушка вязала, но ее уже нет в живых, она вязала, она меня научила, конечно, вязать крючком, ну, а дальше я уже сама научилась вязать, там, спицами, это все я уже сама научилась вязать, и так, следующий вопрос, десятый, какое время обычно снимаете видео, утром, днем, или вечером, и так, когда я снимаю, например, когда у меня дети в школе, я снимаю, у меня дети, в четвертой четверти, да и весь год, они учились, во вторую смену, в подсменку, это где-то с часу, я начинала снимать, до четырех, вот, три-четыре часа в день, у меня у нас съемку, подготовку, вот это все, у меня на это, вот, примерно это время, также, если муж допоздна на работе, я снимаю вечером, иногда могу прямо, часов в одиннадцать, снять какой-нибудь ряд, сеть быстренько, снять, если мне что-то там надо будет, такое, я снимаю, итак, следующий вопрос, одиннадцатый, каким видеоредактором, вы пользуетесь, итак, все свои видео, я редактирую, сон, сони вегас, про 13, я там научилась, пару кнопок нажимать, по-моему и все, какие-то супер фишки, я не умею там, применять, я не знаю, как их применять, учусь, конечно, ну, я с самого начала, им пользовалась, я на ютубе, нашла, где его скачать, как установить, но благо, у меня образование, такое, что позволяет, в этом соображать, как, что делается, и, в общем, я скачала, не лицензионные, по-моему, сони вегас, у меня 13, и все, монтирую там, с самого начала, изначально, я монтировала там, и сейчас монтирую, конечно, визуализации, занимает очень много времени, тем более, сейчас, потому что, вот эта камера, по варшот, она в HD формате, снимает 25 кадров, и, конечно, видео, по 5 гигабайт, по 2 гигабайта, тем более, если они часовые, это мастер-классы, то, конечно, очень долго, итак, следующий, так, так, каким видеоредактором, так сказала, 12 вопрос, вы партнер YouTube, AdSense, или сотрудничай с медиасетью, я партнер чисто AdSense, YouTube, YouTube AdSense, я не сотрудничаю, с медиасетью, я не знаю, за что им отдавать, половина, или 30, или сколько там процентов, да даже если, и 30 процентов, извините меня, у меня не такой прям, огромный заработок, чтобы с кем-то еще и делиться, поэтому я нет, я не сотрудничаю с медиасетью, поначалу, когда я открыла канал, в принципе, я им не нужна была, у меня было мало подписчиков, как бы им я неинтересна была, а потом, вот, начали предлагать, конечно, да, медиасеть, свои услуги, все, но они мне не нужны, я прекрасно через AdSense все делаю, привязали карту, все, в принципе, без проблем, это все работает, AdSense, не знаю, на YouTube, ну, как бы, фу, я им ничего еще, вопрос никакие не задавала, как бы, таких вопросов не было, поэтому меня AdSense полностью устраивает, я не вижу смысл, подключаться к медиасети, не знаю, уже все, по-моему, перешли на AdSense, с самого начала, когда вы открываете канал, по-любому, вы становитесь партнером, YouTube, и подключаете AdSense, а дальше, вы уже сами смотрите, хотите вы через медиасеть или нет, просто, в чем фишка AdSense, что, он не дает вам оплату меньше 100 долларов, если у вас на AdSense, например, там 50 долларов, да даже если 99 долларов, вы не можете снять эти деньги, он вам их не отправит, просто-напросто, будете ждать следующий месяц, пока у вас не накапает 100 долларов, у AdSense порог 100 долларов, а медиасеть вам хоть 1 доллар пришлет на карту, или куда, я не знаю, если честно, куда там медиасеть, что там, как они отправляют, без понятия, потому что я с ними не работал, но они зато могут там, по одному доллару даже отправлять, но я, мне это не надо, в общем, я не говорю, что там, я миллионы получаю, поэтому меня AdSense устраивает, ну, приходится, да, иногда ждать, и месяц, и два, я ждала, и три, бывало, что теперь, ничего страшного, подождем, и выплатят, но кому-то отдавать свои кровные деньги, которые ты заработал, например, медиасети, не знаю, я не считаю нужным, так что, девочки, вы решайте сами, нужна вам медиасеть или нет, может вам нужна, может вам поддержка, нужна, хотя мне вот медиасеть, сеть одна предложила, типа, мы вам, мы вам скажем, что вы должны сделать, чтобы продвинуть ваш канал, и пятое, и десятое, типа, я такая, ну, говорю, и что? Вы, типа, можете предложить, ну, чтобы себе к себе завлечь, они такие, а вот видите, у вас там комбинезоны лучше просматриваются, значит, вы должны комбинезоны снимать, блин, ну, реально, это я ослу, понятно, что у меня там комбинезоны лучше смотрятся, значит, комбинезоны надо снимать, да, а вот у вас таков-то вот хорошо смотрит, вот надо вам тоже, я это сама понимаю, у меня мозги тоже, есть и я это вижу я вижу статистику я ее каждый день просматриваю я каждый день смотрю комментарии я каждый день смотрю статистику смотрю изменения я знаю что на ю тубе если не снимать целую неделю то канал рейтинг так упадет что капец просто потом сидишь и восстанавливаешь вот как я сейчас я снова восстанавливаю свой канал все равно что с нуля потому что я редко сейчас снимаю вот и пытаюсь как-то вырулить это все но на ю тубе сейчас вообще проблема с этим пошла а плюс еще у нас казахстане каждый вечер не работает youtube 9 по моему до 11 если я не ошибаюсь нам отключает youtube и я в это время не могу ничего загрузить на него а в это время как раз сам хорошо смотрят youtube а у нас нет я не знаю причину почему они так делают я не знаю поэтому вот такие вот заморочки у нас есть и так давайте следующий вопрос процент я вроде бы все рассказала 13 вопрос снимаете ли вы видео поздним вечером или ночью если да поделитесь своим опытом какое освещение используете если или редактируете качество видео в редакторе это 13 вопрос и так просвет когда я снимала только на телефон я всегда старалась снимать днем и на подоконнике снимала и у меня узкий конечно подоконник ну слитки нормально снимать да в принципе я помещалась на подоконнике но потом когда я стала крупные вещи вязать мне не удобно стало даже вот этот детский комбинезон мне неудобно на подоконнике у меня подоконник уже сейчас мы я купила себе стол и киевски и просвет да я потом перешла снимать на стол и я купила себе в икеи вот эту настольную лампу вкрутила туда мощную лампу дневного света но мне не нравится почему-то картинка вот с этим дневным светом не как-то как-то это не устраивало я искала новые варианты все и потом я уже когда по-моему купила камеру но я увидела что у нас там на полдарской барахолке продается кос как она кольцо световое кольцо для косметологов и визажист визажистов для наращивания там ресниц в общем макияж делать но не такое конечно прям дорогенное кольцо нет ни в коем случае так давайте я вам его сейчас наверно покажу сниму камеру и покажу и как раз стол покажу свой тоже его и так девочки смотрите у меня вот такое вот световое кольцо вот мой штатив это мое рабочее место я потом вам подробненько покажу когда уже все нормализуется у меня тут ни штор ничего нету итак я наклонила себе кольцо вот здесь нет не здесь вот здесь она регулируется откручивается она она прямо так поднимается опускается но я вот таким вот образом его поставила и на нем смотрите есть несколько режимов света и так вот такой вот такой штучка я переключаю и вот разный режим света это теплый по моему это желтый какой-то вот и вот холодный я выбираю холодный свет и также здесь регулируется ярче и тусклее в общем вот тускнее идет я нажимаю и ярче вот не знаю если честно поначалу я расстроилась когда купила это кольцо вот так она выглядит вот я присяду и покажу вот таким вот образом она выглядит это кольцо сначала я расстроилась мне показалось что мало света на нем но потом вроде бы все он я как бы приловчилась к нему вот так выглядит и вроде бы сейчас все нормально так я снимаю с помощью него так показала свое рабочее место так чат поставлю на штатив камеру и в общем вот таким кольцом я мне понравился в общем если сомневаетесь можете купить она стоила по моему 30 тысяч тенге я отдавала если разделить на 5 вот считайте сколько она будет стоить 6000 рублей получается вроде бы чуть меньше там по моему в общем ну в общем я остановилась на нем и вообще я пока остановилась на этих всех покупках гаджетов для видеосъемки как сказать вот может быть многие подумают нифига себе дорогой дорог дорогая камера на дорогой свет там стол купила там стол стул с икеи сейчас едет стол и киевский кстати у меня я потом покажу все подробненько еще раз и знаете ну там спицы да у меня тоже но я считаю как всегда так пока не вложишься любой бизнес надо вложиться надо тебе вложить свои средства как как я он тебе станет как бы этот бизнес или вот дело приносить доход почему смотрите если бы у меня была плохая камера да ну ладно мне ее муж подарил то ничего уже не видно интерес у зрителей пропадает и так первое ничего не видно интерес у зрителя пропадает второе свет свет тоже нужен вы можете снимать любое время суток когда вам вздумается может вы там днем на работе до вечером только можете снимать это у вас такая душина берешь и вечером снимаешь там да да даже днем вот у нас темная сторона у нас нет такого прям солнце с нашей стороны и я все сейчас снимаю под этой камерой ой камеры господи все снимаю с этим светом совершенно я пробовала другой режим уже поначалу когда купила это кольцо ну а сейчас вот на этот холодный свет перешла и все и теперь я в общем с помощью него только снимаю но еще я не разобралась до конца со своей камерой каком режиме снимать что выбирать короче еще и в этом надо разобраться мне знаете это вот каждый раз что-то новое узнаешь каждый раз то что-то новое изучаешь как это работает что с этим делать но вот не знаю на таких вещах но не знаю не стоит экономить все равно если вам удобно сидеть там снимать да ну вы должны получать от этого тоже удовольствие а не так что ради денег нет не должно быть ради денег все должно получать удовольствие от всего что вы делаете но это мое мнение если мне не нравилось например снимать или вязать то я этого не стала бы делать поэтому я говорю я не знаю понравится ли мне снимать влоги как бы на вязальном канале влоги снимать и показывать там свой ремонт какой у меня другой сейчас кабардак как завтра мне будут натягивать потолки это я не хочу снимать на вязальном канале как бы не знаю поэтому смотрите сами надо вам это или нет итак следующий вопрос это какой был вопрос 13 да это был вопрос нет или да да про вечер да это был 13 вопрос 14 вопрос сколько лет месяцев вашему каналу дата открытия итак я уже вначале говорила что моему каналу полтора года двадцать третьего ноября я его открыла на свое день рождения и вот урона двадцать третьего мая да будет ровно полтора года да получается у меня блин в нитке еще запуталась ровно полтора года и у меня на канале семьдесят семьдесят одна тысяча подписчиков чему я безумно конечно рада спасибо вам большое если не вы конечно же у меня не было столько подписчиков вы меня смотрите пишите мне вот этот знаете отдача ответы обратная связь очень нравится мне все равно как бы негативных комментариев у меня все равно мало многие пишут ты наверно удаляешь их говорит негативные комментарии что типа что тебя все хвалят ну блин ну я удаляю те комментарии когда с матами да я удаляю но это было один раз один или один раз да у девушки что-то не получалось в общем там и она с матом написала хотя вот буквально недавно девушка тоже вязала мы слитки тоже сначала с таким возмущением написала мне но я спокойно и ответила все она перешла на то видео где все подробно поясняется и она мне потом написала что и спасибо все отлично у меня получилось я поняла как вязать слитки поэтому все разрешилось поэтому прежде чем писать вот такие вот негативные комментарии что все фигово и у вас ничего не получается что я плохо объяснила и все остальное вы напишите мне так то и так я вам как бы отвечу но просто я да я не могу ответить когда мне вот недавно тоже написали вот а я связала там капюшон и мне надо столько у меня столько-то петель а мне вот чуть делать дальше но я ж не знаю на какой возраст вы вяжете какая у вас плотность сколько вам надо петель что вы там делаете я не вижу поэтому как я могу посоветовать яшни экстрасенс советовать вам ну в общем и так так это про то сколько лет моему каналу да дал до открытия я не пожалела что я открыла свой канал я бы конечно еще какой-нибудь открыла но надеюсь все впереди главное мне нравится снимать а это уже хорошо то что нравится делать итак следующие 15 последний вопрос посоветуйте начинающим блогерам как эффективно развивать свой канал как эффективно снимайте полезные видео которые будут смотреть вязать конечно же чтобы это было видно понятно доступно так оптимизировать виды видео обязательно надо без этого никак я училась оптимизировать видео есть канал стас быков по моему стас быков если не ошибаюсь и он нужные вещи говорит всегда вот как оптимизировать как раскрутить канал это все он говорит на своем канале я училась все с ним делать ну и сейчас тоже как бы но оптимизирую но не так и конечно регулярно видео должно выходить чего у меня нет на ю тубе ну хотя бы три раза в неделю хотя чем чаще я так поняла youtube продвигает дальше вас уже сам когда у вас часто выходят видео ну конечно же время выхода видео тоже очень зависит вечером смотрят больше конечно выходные больше смотрят на иногда знаете вроде бы стартует хорошо видео а иногда прям висит я не знаю почему такое вот последняя моя кофта не знает что-то подзависла ночь мощный сезон еще может вот этот летний тоже комбинезон не сезон я не знаю может рано начала и вязать летние потому что не везде может сейчас тепло хотя не знаю что еще вяжут сейчас кофты может еще теплые полушерсть вяжут а я тут уже с хлопка начала ну и также не спешите конечно покупать дорогую технику это вы всегда успеете и не на не знаю я не вкладывала свои личные деньги в технику я вкладывала те который заработал на ю тубе то что мне приходило вот через ацент вот это все потихонечку потихонечку я собирала собирала и вот приобретала вот это свет камень камеру ладно ну вот эти всякие приспособления остальные что еще могу посоветовать видео даже не знаю быть интересным человеком харизматичным и все чтобы у вас не были нудные видео у меня как бы вообще мысли иногда просто путаются перескакиваю с одной темы на другую но сейчас я уже как-то камере привыкла поначалу очень тяжело конечно привыкнуть камере приловчиться привыкнуть разговаривать с камерой надо привыкнуть не все так просто конечно вот это загружать выгружать видео да есть такие моменты но есть есть у вас огромное желание то почему бы нет и надо открывать знаете такой канал в чем вы понимаете и соображаете вот если я умею вязать то я и открыла канал о вязании я конечно хотела и другие какие-то мастер-классы снимаю здесь не только вязан вязание но пока получается только вязание снимать ну и знаете я как вы видите перешла больше спицами вязать спицами больше вяжут крючком вообще плохие просмотры на видео девочки мне скидывает просят крючковые там кое-какие кофточки там платье чки связать но я вижу что на них реакция ноль и даже в последней кофте вот этой с круглой кокеткой спицами никто не попросил например платье крючком которая у меня одета на манекене кукле на ямашке никто не попросил потому что она крючковая а вот если спицами она была связана то наверно попросили бы так что я перешла сейчас на спицы крючком будет есть у меня одна задумка пряжа тоже есть и думаю наверное сниму я еще что нибудь крючком в общем посмотрим итак дорогие мои это было пятнадцатая пятнадцатый вопрос от они спасибо ей большое меня очень заинтересовал ее тег и вы также пишите снимать вам такие болталки не снимать на то и даже не знаю я частенько например подвязание слушаю мастер-классы я редко смотрю в основном я слушаю вот такие вот болталки так что девчонки поддержите меня поставьте лайк пальчик вверх есть не подписаны на мой канал подпишитесь и напишите мне про второй канал надо мне открыть второй канал или нет или все-таки здесь а такие влоги снимать так еще как назло у меня запуталась под конец нитка ну ладно распутаю как-нибудь ну а сейчас я заканчиваю и всем пока пока до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok